А всем привет, друзья! Сегодня мы сделаем очень простое, а самое главное, нереально полезное приспособление. Как вы любите слово нереальное. Нереально крутое приспособление, которое, я считаю, должен сделать каждый настоящий мужчина. Ну или хотя бы купить, если уж совсем в жопу в падлу свою поднять. В общем, я желаю вам приятного просмотра. Как всегда, с вами Сергей. Давайте начинать! А основой данного приспособления будет полипропиленовая труба. Диаметром 20 мм, ну а длиной бог знает сколько. Так как еще летом, делая водопровод, я взял ее с запасом. А если быть точнее, то просто до-ху-то-ра, прям как пешком по сугробам. Короче, сначала работаем с ней. Первые 4 заготовки будут длиной 15 см. Стараемся делать все в размер. Тут я скажу так, эстетика важна, и даже очень, так как делаю этот заказ для очень важной персоны. 4 заготовки по 15 см есть. Едем дальше. Теперь отмечаем 2 заготовки по 25 см. Кусаем первую, кусаем вторую. Так, есть. Затем снова отмечаем уже 3 заготовки по 35 см. Итак, итог по полипропилену. 3 куска по 35 см, 2 куска по 25 см и 4 куска по 15 см. Далее, чтобы не тратить сильно времени, я немножко вложился и купил ровненький и гладенький щит. Шириной 25 см, толщиной 18 см, а длину мы отмеряем от него 35 см. Делаем разметку и отрезаем. Аккуратно и не спеша, используя небольшие хитрости с малярной лентой. Ну, чтобы было меньше сколов. Можно еще немножко наждачкой подровнять, но это уже дело каждого. Отступив по 1,5 см от каждого края, провел линии и в пересечениях сверлю отверстия на 8 мм в каждом углу. Теперь, взяв тонкое сверло, делаем отверстие в полипропилении в трубках с длиною 25 и 35 см. Также отступил по краям по 1,5 см. Сначала сверлим тонким сверлом, чтобы задать направление, а затем уже рассверливаем сверлом побольше. Еще один важный ингредиент – это веревка. Соответственно, и диаметр отверстия равен чуть меньше толщины веревки. Собрать все это в единое целое очень легко. Достаточно просто разложить все на свои места и представить, как это будет выглядеть. Я постарался сделать как можно короче этот ролик, но вдруг кто-то захочет порадовать своих ребятишек и будет тоже делать это своими руками. Поэтому видео сейчас немножко ускорено, но и зато показаны основные моменты сборки. По бюджету скажу так, купить можно дешевле, чем вложился я, но я делаю всегда с запасом. И если вдруг после пару граненых стаканов я захочу присесть и покататься, то я уверен на все 200%, что веревка меня выдержит без всяких проблем. Не порвется и ничего не сломается. А магазинные выглядят как тряпка, но это уже дело каждого. Собрав все в единое целое, мы закрепляем качели к потолку. Тут прям выручает китайская насадка. Кстати, на весь ходовой китайский инструмент есть ссылки в описании. И не забывайте, друзья, в интернете покупайте товары правильно. С купонами, промокодами, с кэшбэками. Ссылка, кстати, на мой кэшбэк тоже будет в описании. Итак, закрепив все на свое место и проверив надежность всей данной конструкции, мы получаем результат, который невозможно купить. И я считаю, что ни за какие деньги, а именно это искренняя и теплая и самая настоящая улыбка вашего ребятенка. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео и делитесь этим видео с друзьями. Пишите свои мысли в комментариях, я стараюсь отвечать каждому. Ну и на днях мы сделаем прямую трансляцию в инстаграме и подведем итоги конкурса. Кстати, кто впервые слышит про конкурс, то переходите ко мне в инстаграм. Там все поймете, ссылка будет тоже под видео. Ну а вам я говорю большое спасибо за просмотр, с вами был Сергей, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok